Приветики! Сегодня будет видео, о котором вы меня очень долго просили. Это коллекция моей обуви. Будут не все, потому что я уже половину продала. Если вы не видели мое предыдущее видео об этом, сейчас вам выскочит подставочка, подсказочка, и вы туда зайдете и посмотрите. У меня уже, если честно говоря, нет места где-то все слаживать. Половина в коробках, я его даже не буду показывать. Это старые какие-то там туфли. Сейчас покажу самое такое, что еще более-менее носибельное. Почему-то у меня постоянно падает моя дуля на голове. Это мои сапоги. И попрошу сразу заметить, что если какие-то дорогие бренды, то это подделки. А если бренды масс-маркета, то есть Zara, H&M и тому подобное, значит настоящие. Какая халява. Они вот так, по сути, стоят. Здесь идет застежка и на носке бляшка. Типа, как в фильме заката до рассвета. Если цокнуть по пятке, вылезет нож, и можно будет убивать вампиров. Сапоги. Это натуральная замша. Шпилька в виде рюмочки. Я их покупала очень-очень дорого в магазине. Только единственное, что тут эти розовые шатые. Но тогда это было модно. Также выставила их на продажу. Но пока еще никто их не купил. Убила себе вот такие ботфорды. Как я вижу, уже потерялся один. 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 Короче, одна клепка потерялась. Надо будет ее отсюда выцепить и сюда прицепить. Они идут высокие. Я вам рассказывала, что я здесь подшивала, чтобы они не торчали, как у Каталия Кольда. Но они реально очень крутые. Даже под свитер. В общем, очень классные сапожки. Дуже нравятся. И ботфорды. Это, конечно же, на шнуровке. Какая уважающая себя девчонка не купила, когда они вошли в моду себе эти ботфорды на шнуровке. Но, как показывает практика, они очень непрактичные. Потому что, во-первых, черные. Во-вторых, высокие. Летом их не оденешь, потому что жарко. Хотя здесь и открытый носок. Летом жарко. Осенью мокро. С этим открытым носком. Если бы они хотя бы были бежевые, можно было бы еще летом, например, где-то их поносить. А так как они черные, не знаю, их одевала, может, раза три, тоже выставила на продажу. Кольда это Зара. Но из-за того, что у них острые носоки, я постоянно в них зашпоркаюсь. Вот прям иду и шпоркаюсь. Не знаю, кошмар какой-то. Они прикольно смотрятся, но у меня короткий рост. И вот этот острый носок, это ужас один. Если бы он был кроленький, было бы намного, конечно, получше. Также выставила их на продажу, потому что мне категорически они не идут. Свою полочку, которую я вам все обещала показать и никак не показала. Смотрите. Вот так вот она выглядит. Здесь я выставила все свои носибельные капцы. Я ее позакручивала скотчем, потому что она ходуном ходит. Она не то, что ходуном ходит, она вообще тупо кучи не держится. Капцы ставишь, и она вся валится. Поэтому пришлось чуть-чуть включить фантазии. В общем, я ее сделала. Любимые луноходы. Я их обожаю, честно. О, на OLX мне кто-то написал. Бутферли Касадеи. О, кто-то хочет купить мои капцы. Сейчас, короче, сейчас буду торговать. Смотрите. Луноходы. В том году покупала. Очень классные. Всю зиму у них проходило. Может, кому-то они нелепо смотрятся, но мне они просто незаменимые зимой. Во-первых, они теплые, удобные. И мне нравится, как они выглядят. Серьезно. Мне кажется, это такое мимимишное, знаете. В общем, луноходы мне очень нравятся. Эти я купила, когда только Злату родила. Мы еще были в магазине. И Олег мне говорит, как ты будешь с коляской на таких каблуках ходить? И я говорю, буду, покупаю. В общем, это натуральная кожа. Это Секси Фейри. Кто не знает Секси Фейри, это отдельный бренд, который делает люксовые копии всяких брендов. То есть Кассадеи, Луи Виттоне, там Занотти. Секси Фейри делает люксовые копии в плане того, что они все идут натуральные. То бишь, натуральная замша. То есть это кто не может купить себе за 200 долларов, покупает за 100. Нет. Кто не может купить за 2000 долларов, покупает за 200. За 2000, кто не может купить, то покупает за 200 в Секси Фейри. И реально там подделки очень-очень крутые. В шипах тоже стоят на продаже. Все никто никак не купит. Это были обыкновенные макосинки. Я их заказывала на сайте Нью Чик. Это китайский интернет-магазин. Я сюда приклеила мех, чтобы они были как уги. И приклеила сюда чуть-чуть камушков, чтобы они были более милые, что ли. Очень удобные, классные. Постоянно хожу. Мне нравится, когда кожаные лосины, тонкая ножка. И здесь такой объемный мех. Мне кажется, это очень красиво. Это H&M. Кроссовки высокие, утепленные. Им уже 100 лет в обед. Также я сюда пришла мех, чтобы они были более веселые. Но я их уже, скорее всего, выкину. Я их уже не ношу. Это просто так стоят. Не знаю, чего. Эти сапоги копия под гермес. Здесь кролик. Также назуральная кожа. Лаковый носок. Эти капцы я покупала, когда только зла, то родила. И вот, собственно, в них я и проходила всю беременность. Короче, в них я и пролазила все зимы с коляской. То есть два года они были неотъемлемые. Очень удобные, классные. Сейчас они до сих пор выпускаются. Если вы хотите найти себе удобную обувь на зиму, рекомендую. А я их отдам своей бабушке. Я бабушке отдаю сумки и обувь. Ветки Zara на трех ремешках. Очень классные. Очень аккуратные. Такие необычные. В общем, я их очень люблю. Я их заказала 37-го размера. Они были на меня маленькие. Я их растягивала миллион времени. Растянула. И сейчас, короче, я ними очень довольна. Они подходят под все. Очень классные. Находка моя. Это мои любимые. Я в них постоянно езжу в машине. Они мягкие, теплые, удобные. Пусть они выглядят довольно-таки неэстетически. На ноге смотрятся они айс. Но это все прощается тому, какие они удобные. Я их реально не снимаю. Это вот самые мои удобные. Хочу купить себе еще кучу. Салатовые. Классные. Это у меня Asus. Мне когда-то даже написали, что что ты выкупила такие бычьи. Мне не кажется, что они бычьи. Мне наоборот кажется, что лимонные. На лето самое то. Очень красиво подчеркивает загар. Последняя красота Zara. Суперовый. Не дождусь, когда их обую. Короче, шикарные капцы. Очень-очень прям очень-очень-очень классные. Я от них балдею. Ботиночки. Тоже вам показывала в предыдущих видео. Под лосины, под юбки, под что угодно. Очень тоже такая... Наконец-то настало время, когда все-таки обуваться удобно. Это нормально с юбкой, с платьем. Потому что раньше юбка, платье и кроссовки, это что? Это же вообще там предел вычества. Сейчас это нормально. Я очень этому рада. Реплика на Стелла Маккартни. Я их покупала за 400 гривен. Они очень легенькие. Вообще классные. Но я в них редко хожу. Не знаю, почему. Но они очень прикольные. Тоже смотрятся и широкие, и под джинсы, и под платье. Просто как-то, не знаю, из-за того, что они белые. Может, они мне не везде подходят. Так, в принципе, прикольные. Из-за этих ботильонов убить можно было. Сейчас просто стоят. Они у меня, кстати, идут с ворса. То есть это не прям как шерсть. Это тоже секси фейри. Видите? Лохматые такие. Я их продолжаю носить, если есть какой-то аксессуар на шее или какой-то принт на мне. Мне кажется, Леопард никогда не выйдет с моды. В общем, классненькие. Мне нравятся. Плюс к этому всему они очень-очень удобные. Это ботильоны Zara. Им два года. И я продолжаю их носить. Круглый носок. Стандартная шпилька. В болоте, кстати, надо их отложить, сейчас помыть. Тоже широкая такая здесь у них халява. Очень их люблю. И в Сен-Лоран когда-то были очень-очень модные. Очень-очень неудобные, потому что здесь очень высокая шпилька. Нога прям вот так. На них очень тяжело ходить. Но в меру того, что они очень сексуальные и красиво смотрятся, им это прощается. У кого нету красных лабутенов, поднимите руку. Покупала еще к своей стюардессе, к своей куме на свадьбу. Ношу до сих пор. И смотрю сейчас в передачах тоже ходят. Не обязательно там лодочки или еще какие-то. Также продолжают носить вот такие вот туфли. То есть, мне кажется, это уже как в разделе классика. Они никогда не выйдут с моды. Замшевые касадеи. Это также секси фейри. Натуральная замша. Железная ихняя коронная шпилька. Очень удобные, очень классные. Очень их люблю. На всех мероприятиях я в них. Еще одни лабутены у меня с розовыми кисточками. Я уже постоянно думаю эти кисточки тупо отрезать, чтобы были просто. Здесь видите, такая высокая пятка. Они не особо удобные, но можно. Тоже их часто ношу. Как вы думаете, отрезать эту кисточку или пусть будет? Напишите мне в комментариях. Это босоножки Бершка. Боже, что это с ними случилось? Только увидела. Так, тоже на мойку. Мех. Я их купила в этом году. Атласные. Носила их раза два. Очень неудобные. Хотя маленький каблук вроде бы устойчивый. Но они очень мне жмут четвертый палец на ноге. И когда держатся вот здесь, чтобы пятка не вылетала, пережимают ногу. В общем, какой-то очень неудобный подъем. Такое разочарование моё. Силиконовые проститутские капцы. Выставила тоже их на продажу. Я их обувала несколько раз, когда они полтора года назад были очень модные. Я их заказывала. Очень их хотела. Если бы была широкая халява, было бы намного лучше, мне кажется. Так как она идёт узкая, прям по ноге как-то не очень. Под джинсы мне не нравится. Под юбку не люблю вот именно такую длину под юбку. Были бы широкие, было бы лучше, не знаю. И постоянно, когда потеет нога, выезжают пальцы. Плюс, если в них долго ходить, капельки пота даже вот здесь вот натекают. Поняли? Как будто вот нога спотела, и тут пот набирается. Ужас. Следующий это Public Desire. Это мне прислала Элина с Голландии. Я выиграла у неё в конкурсе. Она мне прислала кучу подарков и вот эти ботильончики. Очень классные, но также из-за того, что очень высокая шпилька. Довольно-таки неудобные, но они очень круто смотрятся. Я их очень люблю. Они классно подходят под моё пальто Серхио Парера. В общем, классные. Мне нравятся. В прошлом видео вы видели мои кроссовки. Это у нас Stradivarius. Классные. Любимые вот от того. Халява. Вот так надо показывать. Вот так. На следующий год куплю себе ещё чёрные и красные. Стоимость 400 гривен. Они до такой степени удобные, что когда их обуваешь, такое ощущение, что ты в тапочках идёшь. В них ноги не потеют, в них ноги не воняют. Они просто шикарные. За ними ухаживать легко. Их просто кидаешь в стиралку, и они стираются. Очень классные. Я очень хотела себе ещё купить такие высокие, как Ботфорды, чтобы они были. Но слишком большая цена на них, на оригинальные. То есть я видела именно оригинальные балансиага эти высокие. Я хочу себе вот тоже такие найти. Ну всё. В принципе, у меня на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. Я вас всех люблю. Целую. Пока.